приветствую все рыболовное братство давно мечтал какую мать удочку сотворить такую чтобы она устраивала меня при всяких условиях ловли и вот в принципе как бы у меня получилось так буду наверно медленнее говорить потому что наши братья поляки не пишут писали что если быстро говорю то они плохо понимают и как вспомнил в детстве был такой фильм еще классе пятом и научился там поймали какого-то в плен взяли военного мы спрашивают фамилии имя отчество откуда и он говорит джагош тучкевич и сближет живошицы идут как как мы так угорали мне это запомнилось а вот именно джагош тучкевич избежит живошицы на слух принципе очень тяжело запомнить хотя при какой-то сноровки там или опыте это все получится я помню раньше я смотрел видео кассеты еще там диски уже появились но они были без перевода импортные я принципе интуитивно по старался понять о чем не говоря там а в основном английская была школа ловли там вот на там в разные были вот рыболовы то я сейчас уже все эти фильмы уже давно переведены и уже как бы легко и просто все понять что они там рассказывать маленькие нюансики вот а тогда я просто как бы на пальцах хотел понять так о чем это я а вот так выглядит моя удочка собранном состоянии видите тут ничего лишнего нету после рыбалки я скрутил все еще тут не болтается и все шикарно получается стоит здесь лесочка вот такая вот нашел обратите внимание если будет видно я так сдалека снимаю но короче она разноцветная когда-то в детстве я любил такие лесочки потом они одно время пропали и сейчас опять появились тут вертолет такой нарисованный но я вам покажу поближе мел миллитеры типа вот щедай фирма типа называется ну не в том суть то есть лесочка такая вот она то черная то зеленая то салатовая вот это прикольно ну как бы не знаю как это по рыбе работает но нет по душе она просто ну нравится я люблю все эти вещи интересные хотел сюда поставить раньше я уже две недели ходил испытывал ее но все оправдала все мои ожидания в принципе сначала поставил такую катушку сюда вот хорошо все но эта катушка просто ну советская бывшая она не регулируется фрикциом то есть тут или эти кассана а надо чтобы она хорошо здесь он на этой катушке отрегулировал и тут надо будет леску стравлять я потом все расскажу покажу как она сейчас прервусь и уже поближе покажу так продолжим ну вот это как я обещал вот эта лесочка вот так она выглядит тут извиняюсь задеваю такая коробка короче на воркрученная будете искать вертолет или спрашивать принципе можно будет найти так она удочки она выглядит если будет видно конечно значит я посмотрю по принципе вы понимаете старый рыболов это они принципе сразу определяться такие лески были в продаже прикольная я их и на спиннинг ставил и вот сейчас на павловочную а по поводу диаметра тест если посмотрите 018 сфокусировались принципе достаточно это основная леска вот ну может быть толстовато но я считаю что запасом хайп пускай будет если толще ставить такую леску то она будет такие спиральки накручивать со временем так что достаточно но я так сделал вы себе там смотрите сами так затем вам надо сейчас вам покажу как она устроена все очень просто и гениально сейчас мы откроем и у нас получается вот здесь поводок вот плохо его вито это и хорошо для рыбы крючок 18 номер поводок 008 ну единицу еще можно поставить на такое дальше у нас идет кембрик повернее петлюжок миниатюрный чтоб поводок хорошо было вставить можно петлю поставить затем у нас идет вот такой от кембрик вот маленький кембрик и stone for вот такое крепление в которой ездят по леске можно его зафиксировать сверстлюшком все вот это вся оснастка но когда-то я выдумал всякие там велосипеды но она непрактично была вот эта штука короче не путается компактная ну и сейчас я буду уже крепить ее как сказать монтаж вот уже с близко я вам показываю вот поводочек крючочек все шикарно теперь здесь дробиночки двери это для поплавка вот этот кембрик он тоже для поплавка азио покажу принципе поплавок уже самый последний момент покажу так дальше идет у нас вот так вот крепление для второго поплавка в качестве второго поплавка мы будем испытывать и использовать вот попла поппер я пробовал всякие варианты ну принципе наш остановился на этом потому что это очень удобно тут есть колечко он тяжелый что немаловажно и компактный если вловить на течение вот это он так разворачивается по течению и он обтекается то есть формы идеальных он там подгружен чуть-чуть но не столь важно вот это самое главное назначение вот этого поплавка это вам сделать заброс если вы на каком-то водоем без течения ловите можете забрасить куда угодно летит он шикарно и выполняет функцию заброса мелкого поплавка но она течение он и пополняет функцию груза то есть легчайший поплавок в данном случае вот такой вот пол грамма грузоподъемностью вот и вот такая штука за заду эти вот но и избегать таких поплавков на горюшева это поплав гениальный то есть он хороший вот он гнется то есть вы тянете он изгибается сопротивлением не в двух местах именно крепления а в одном вот для этого и кембрик здесь сидит на леске выставляете глубину вот эту штуку тяжелый поплавок выдвигаете где-то на пол метра выше вот этого поплавка основного и здесь уже втыкаете его на любую глубину он регулируется выставляете где вам угодно все собирается буквально там за три секунды то есть вот что мне хоть нравится в гениальных вещах они простые то есть нет вот этой всякой надуманной сложности туда-сюда как автомат калашников все шмык шмык и нечему там ломаться сейчас я вам покажу принципе как пользоваться самое главное теперь с этим поплавком двойным так сказать я могу ловить самых идеальных для рыбы местах то есть вот эти лопухи и кувшинки ведь и всякие дырочки вот типа как раньше были с летним кивком люди ходили вне конкуренции куда хочет туда и подлезет в камышах любых зарослях то есть если на глухую оснастку или каким-то там с катушкой вы даже и мысли вам не пришло бы в голову ловить там то сейчас вы как раз будете искать камыши заросли кувшинки заросли короче вам не надо будет в 6 утра занимать место в любое время вы придете там будет свободно и будет шикарно то есть так что сейчас я вам покажу как этим пользоваться это самое сложное это вам показать как она в домашних условиях выходил два дня на природе но говорю что ничего мне не получилось заснять рыбаки как мухи облепили все водоемы ну принципе я особо не стесняюсь там где-то на камеру выставляю что-то там снимать но они же по телефону постоянно болтает знаете и сидишь на рыбалке терпеть не могу когда-то рядом сидит человек он мне расскажет всю историю про его семью про работу про любовницу короче и кто с кем когда выпил чуешь сидишь короче все впечатления портятся от рыбалки хочется тишины и там поклевочки там чаще тащишь рыбу слушать все эти звуки и и когда чувак там начинают все эти истории рассказывать то есть приезжаешь домой начинаешь что все переваривать слышать и потом думаешь зачем оно мне нужно было так зачем оно нужно а теперь смотрите вот допустим кончик удилища да вы поднимаете нашу оснастку как я уже вам показывал вот первый поплавок у нас на полметра выше второй выставляете уже глубину водоема то есть берете катушечкой вот вы наживили лесочку этот крючочек мотыликом там допустим или пары ну чем угодно чем на шо ловите вот и потом начинаете вот эту катушечку вот крутить крутите крутите когда у вас вот этот поплавок чуть-чуть там полметра до кончика вот он поднялась а вся оснастка затем вы в камышиках в щелочку какую-то вот вам достаточно там маленького расстояния или в лопухах вы вот эту оснастку аккуратненько опускаете в дырочку или за лопухами когда там рыба любит держаться где-то глубина и выход на лопушки вот вы опускаете этот поплавок может в воздухе болтаться а может вообще плавать по воде то есть это несущественно вот этот поплавок что я говорил гениальный вот на течении он не так вот стоит как течение он вот так у вас будет стоять как классический поплавок я всем думал как же так сделать вот если в двух местах крепления то он будет у вас вот по течению ся оттуда то он будет под углом у вас лежать то есть а этот поплавок у вас будет вот так стоять классически окруженный и когда рыба клюет на этот поплавок он вообще у вас так под воду быстро уходит он легчайше то есть если вот этот поплавок надо саму подсвечку ждать или там он уже как бы засекся то есть его видно хорошо я плавлю на рыбу и на этот но этот способ гораздо лучше то есть холостых поклевок гораздо меньше будет рыба не чувствует никакого сопротивления уверенно берет и вы уверенно все это видите то есть длина удилища должна быть мыть максимально вот шестиметровая вот если у меня 6 и 3 если есть 7 метров берите 7 метров то есть короче вы ее можете сделать отойти от берега подальше или там само удилище ну как-то так взять в руки а уже длиннее вы не сможете сделать вот 6 метров то есть вы будете от берега ловить на длине 6 метров вот так он опускается течение его вот натягивает и поплавок у вас стоит там где вам надо то есть вы можете удилищем подсунуть его вправо подсунуть его отпустить на ли влево но дальше у нас не будет вот это дрейфовать как обычно вот вы знаете знаете конечно что рыба на дрейфующую приманку берет но очень редко основном настоящую он стоит поводок там где-то гуляет вот и все единственный недостаток это легкий папа поплавок то вот грузик увидели да там пол грамма вот эту два еще подцепил то есть он медленно окружается он сначала так ляжет а потом медленно и станет вот единственное что мне как бы не нравится что не сразу обычный как-то тяжелые поплавки тяжелые грузила и на быстро срабатывает ну вот так а и вот это вы подсекли рыбу вытащили она у вас в воздухе должно висеть вы берете вот этим здесь ослабляйте фриксом регулируйте как вам нужно и вот это вот таким движением вы начинаете его стравливать вот это ваш остатка вся опускается сюда ну как уже наловчитесь на какое расстояние и принимайте рыбу себе в руку все поставили удочку и наживку поменяли и опять вот так катушку крутите вот поднимаете вверх и опять опускаете все повторяется так что ребята был рад помочь берите не сомневайтесь мне понравилось я еще буду это совершенствовать может быть там чё-то заменим но я доволен все ребята удачи вам на рыбалке